Приветствую вас! Вы знаете, вот читаю ваш вопрос я. И честно говоря, Ольга даже сложно на первый взгляд понять в чём именно вопрос. То есть, по сути, это даже не вопрос, это даже не запрос. Это какой-то монолог самой собой у вас получается. То есть, резкие скачки, переходы, да, одного на другое. Вот, например, вы пишите, что, значит, после поездки в Сибирь, значит, вы, по сути, передумали ехать в Непал, вот, куда хотели. И, значит, теперь решили ехать обратно в город, где живёт мужчина. Но перед этим навестив родного брата и его детей. Вот, значит, и вот основная проблема, которая у вас есть с учётом, вот, ну, понимаете, которая поражает все другие вопросы, собственно, это то, ради чего вы едете в Тоборск, по сути. То есть, если вы в этот город едете исключительно для мужчины, исключительно для него, то вот отсюда все проблемы. Потому что не только ради него нужно ехать в этот город, не только ради него. Вам нужно для себя в этом городе что-то найти. Люди не глупые и прекрасно понимают, что, если, например, вы приедете в этот город, или если вы собираетесь ехать в этот город, то, в общем-то, делаете вы это для него, для мужчины, то есть вы с ним хотите. Вот, это понятно, это понимают все. Но, если вы будете слишком на этом акцентировать своё внимание, то получится, что вы ставите себя в зависимость. Чего, опять же, вы не хотите, судя по последнему вашему предложению. Да? Значит, составили планы о летнем отдыхе вместе, сказали попробовать перебраться на работу в мой регион. Опять же, перебраться на работу в ваш регион. Зачем? Для чего? Помимо вас, у мужчины должна быть ещё какая-то мотивация. То есть, не только, чтобы ради вас это было, вот так ему и скажите, что, если хочешь, перебирайся, но мне бы хотелось, чтобы ты делал это для себя, в том числе, а не только для меня, не ради меня. Вот. Вот. Это будет справедливо. Самое главное, это снимает, снимает ряд возможных ограничений, ряд возможных, значит, обид, которые могут быть и так далее, и так далее. Дальше, теперь у меня выбор, между посыланием его на три буквы, либо продолжением общения, какое есть. Из-за чего у вас такой выбор? Понимаете, если у вас такой выбор всплыл, то есть, если вы столкнулись с таким выбором, значит, вам уже сейчас что-то не нравится в поведении мужчины. Вам не нравится что-то. И вот с этим нужно познакомиться поближе. Что вам не нравится? Задевает ли вас это как-то? Если да, то как и чем? Вредит ли вам это как-то? Если да, то как и чем? Если нет, то это всего лишь особенность вашего восприятия. Да, это некий такой символ к тому, чтобы вы переживали свои какие-то забытые чувства давно-давно, например, из детства. Но согласитесь, что мужчина за это ответственность нести не может. Понимаете? То есть, тут вот нужно более подробно это исследовать. Дальше. Всю неделю, весь вечер меня бомбардируют сообщениями, а я очень занят, у меня и фитнес, и курсы, и работаю, бывают допоздна. А бомбардируют сообщениями с какой целью? То есть, что это за сообщения? Просто знаки внимания, нежности, какие-то комплименты, какие-то планы, какие-то диалоги или что? Знает ли мужчина, что вы работаете допоздна? Опять же. Ну и что, вы занятой человек. Если мужчина знает, что вы занятой человек и бомбардирует вас сообщениями, значит, А. Ему хочется, чтобы эти сообщения были у вас. Б. Он хочет как-то использовать для себя ситуацию, что вы не можете ему ответить. Что, в общем-то, по сути, является манипуляцией. Да? Вы пишете, около получаса приходится выграивать на общение по камере. Опять же, не совсем понятно слово «приходится». То есть, вы хотите это сделать? Или вы это делаете вынуждено? Или вам это вообще в тягости? Или вас это напрягает? Если второе, то лучше делать это – перестать. Потому что отношения все-таки не обязаны. Тем более, что вы, по сути, еще даже, ну, не живете вместе и, в общем-то, ну, я не очень просто, значит, уверен, что вы встречаетесь. Дальше. Фиксирую второй раз. На выходные его, как будто, нет. У него выходные только в воскресенье. Я могу, фактически, в любое время выходных общаться. Но здесь же я инициирую короткие диалоги в Вайбере. Возникает вопрос. Нужна я ему, не нужна. А почему? Вопрос такой возникает. Из-за чего? То, что он не бывает на выходных, разве означает, что вы ему не нужны? Не нужны. То есть, вопрос «нужны, не нужны» – это вопрос вашей уверенности в себе. Понимаете? И, возможно, отсутствие доверия с мужчиной. То есть, отсутствие контакта, ну, прямого контакта с ним. То есть, вот отсутствие, например, возможности для вас задать ему прямой вопрос. То есть, вот так и так, вот, в свой выходной, да, ты совсем мне не пишешь, например. А всю неделю ты мне очень много сообщений присылаешь. Вот. Не мог бы ты пояснить этот момент. Но вы, вы восприняли вот этот, да, не спорю, такой двоякий момент не в свою пользу. Вы стали сомневаться в нужности ему, а это неуверенность в себе, которую мужчина, скорее всего, чувствует. Дальше. Что делать с отпуском? Мне пал, конечно, очень дорого. Может, все же к брату, а там куда крива выведут. Вы знаете, я очень надеюсь, что вы задаете этот вопрос не серьезно и не нам, понимаете, потому что это прямой совет. Это провокация на прямой совет. Я и, я надеюсь, мои коллеги не будем вам давать таких прямых советов, ибо это прямое нарушение профессиональной этики. Я могу сказать, что если вы хотите поехать к брату сильнее, чем в Непал, или если вы понимаете, что возможная выгода от того, что вы поедете к брату будет больше, да, то вы едете туда. Если вы понимаете, что Непал – это то, что вы так долго хотели, это то, к чему вы так долго шли, и вы все-таки будете жалеть, если туда не поедете, то езжайте в Непал. Вот и все. Потому что мужчина к вам пока что не привязан, он даже, скорее всего, с кем-то еще спит, потому что на это указывает его фраза, что, значит, приезжай, так, приезжай, я буду только с тобой, а пока вас нет, он не только с вами. То есть мужчина считает себя ничего не обязанным вам, а вы уже считаете себя обязанным. Вы уже чувствуете себя не свободно и, по моему мнению, думаете и переживаете обо всем этом гораздо больше, чем мужчина. Вот и стоит, мне кажется, подумать о том, откуда такая активность, такое отношение к этой ситуации. Дальше, послать его, значит, на прибуквы. Опять же, с какой стадии? Ольга, с какой стадии посылать мужчину, что он плохого сделал? Не то, что пропадает, но это не… Знаете, меня больше интересует, откуда у вас появилось желание его послать. Что за этим стоит? Вам тяжело? Вам хочется какой-то определенности? Вас тяготят отношения? Такие. Если да, то прямо так мужчине и скажите. Не нужно посылать никого. Дальше. Хотя имею опыт таких резких посланий, хуже после них было только мне не решение. Знаете, вот данное предложение – это подтверждение того, что вы как бы задаете… Не задаете вопрос, а как бы сами с собой разговариваете. То есть, у меня нет ощущения, что вы обращаетесь именно к нам. У меня ощущение, скорее, что вы сами с собой разговариваете, а нам просто даете почитать свои мысли. Вот. Дальше. Продолжайте общение, а там как получится. Но опять же, если общение вам не вредит, если вы можете поддерживать общение, если вы не будете перегружать общение излишними ожиданиями, да, обидами, ожиданиями, там, обязанностями, эээ, доджествование, да, когда вы говорите, что приходится выкраивать время на общение по камере, что общаетесь. А если вы чувствуете, что от вас слишком много требуется, то, наверное, общение лучше уменьшить, ну, как минимум уменьшить. Но опять же, все это решать вам. Я бы для начала проанализировал ваше желание, ваши чувства. Поскольку я уверен, что данная ситуация является проекцией, отголоском какой-то другой ситуации в вашей жизни, ну, например, вот так вот чисто фантазируя, там, некие проблемы с отцом, может быть, да, или опять же фантазируя, фантазируя некий такой страх перед близкими отношениями, страх, значит, страх близости с мужчинами, да, неуверенность, страх перед болью, например. То есть, что вот это все привело вас вот в данную историю. Тогда нужно решить сперва то, а потом уже думать, что делать здесь. Дальше. Сейчас недавно списались по моей инициативе, я сказал, что если неинтересно, то я прекращаю общение. Но это выглядит как провокация. То есть, знаете, это выглядит как манипуляция, точнее, даже не провокация, а манипуляция. То есть, вы знаете, что мужчина, в общем-то, ничего плохого вам не делал. Вы знаете, что мужчина проявлял себя к вам, ну, в общем, неплохо в целом, в целом. Вот. А вы ему пишите, что если ему неинтересно, то вы прекращаете общение. Ну, разве, если бы ему было неинтересно, он бы заваливал вас сообщениями каждый вечер? Нет. Просто такое ощущение, что каждый из вас хочет взаимодействовать в отношениях так, как удобно ему. Никто не желает сделать уступку. Вот. И, конечно, вам решать, будете вы делать уступки или нет. Дальше. Так. Не написал, написал. Я был на работе. Пожалуйста, не делай этого. В общем, всё понятно, что ничего не понятно. Да нет, на самом деле, Ольга, всё понятно. Всё понятно. Всё понятно. Просто вам непонятно, потому что вы хотите, во-первых, определённости, но не хотите ничего делать для неё сами. Вот. Во-вторых, свои чувства, которые есть у вас. Свои собственные страхи, мысли, переживания. Вы пытаетесь разрешить за счёт мужчинам. Не за счёт себя и своего выбора, а за счёт мужчины. И выбор сами, сами выбор вы делать не хотите. То есть, вы не хотите сами решать, как вам распоряжаться со своими средствами, финансовыми, своим временем. Да? Вы ориентируетесь только на другого человека. Получается, что все ваши интересы связаны с другим человеком. А у него этого нет. И отсюда проблем. Хотя и у вас, вроде бы, тоже и фитнес, и курсы, и работаете вы допоздна. Вот. Понимаете? Ну, вопрос. Наверное, у тебя там кто-то есть? Говорит, приезжай, я буду только с тобой и никого не будет. Ну, это означает, что у него кто-то есть. А у одного его женатого друга есть такая женщина, сорбалась из Новосибирска туда. Я такой вариант не рассматриваю, бесстатусное переселение. А какой вариант вы рассматриваете? Какой вариант вы рассматриваете? То есть, вот, какой вариант для вас был бы идеальным? Говорили ли вы об этом мужчине своему? Кстати, заметьте, что мужчине легче менять зону своей дислокации, чем женщине. Ну, как правило. Да? Вот. И получается, что мужчине было бы проще подстроиться под вас, чем вам под него. Ну, потому что вы женщина и больше привязаны к месту. Вот и подумайте, какой вариант вы рассматриваете. Предложите его мужчине и посмотрите, что он готов будет делать для того, чтобы этот вариант реализовался. Если он отнесется к нему, знаете как, без энтузиазма, да? Вот. То, соответственно, соответственно, тогда и не имеет смысла во всем этом. Нет смысла во всем этом. А если вы скажете, да, конечно, я готов, то это уже можно о чем-то говорить. Но, как мне кажется, я, конечно, не знаю, вот сколько времени вы провели в Сибири, да, вот, с иностранцами. Не знаю, сколько времени, но я думаю, что вы торопитесь. Я думаю, что вам нужно еще встретиться, ну, хотя бы, не знаю, один или два раза с ним. Вот. Чтобы уже говорить о каком-то дальнейшем совместном проживании. Потому что, ну, все-таки нужно узнать друг друга лучше. Опять же, повторюсь, что вы торопитесь. Вот. И, на мой взгляд, мужчина, он не то чтобы торопится, он скорее ставит вас в условия, которые либо выгодны только ему, либо, как он думает, вы обязательно примете. Вот. Я думаю, так. Вот, в принципе, и все. Вот, в принципе, и все. Ольга, вы, еще раз повторю, не совсем корректно задаете свой опрос, потому что прямых советов психологи давать не могут, не могут, не могут. Вот. Не имеют права. Я считаю, это правильно, что они не могут. Вам нужно скорее проработать с вашими чувствами и с вашим отношением к себе и восприятием себя. Потому что, вот я говорю, ага, значит, данная ситуация, это триггер, то есть запуск. Это запусковой механизм некого перешита во время, ранее, возможно, негативного момента. Вот. И ваши чувства, это проект ваших собственных переживаний, перенос ваших собственных переживаний на данную историю. Потому что мужчина, по сути, ну, он ведет себя нормально. Он ведет себя так, как вел бы себя любой мужчина, оказавшийся в этой ситуации. То есть, вы живете достаточно далеко, далеко друг от друга, я не помню, не помню, где живете вы. Вы общаетесь только по переписке, вы уже достаточно взрослый, чтобы, ну, достаточно зрелый, точнее, чтобы влюбиться друг в друга на расстоянии. Вот, вы видели столько один раз, да, когда вы приезжали. Следующий раз вы увидите столько, я так понял, летом, а это еще почти полгода, вот. И мужчина ведет себя нормально. То есть, на мой взгляд, что он тот факт, что он бомбардирует вас сообщениями, это хорошо. Это говорит о том, что вы действительно ему интересны и привлекательны. Но вы, как будто, ждете от него куда больше. А больше вас ждать здесь не приходят, соотношения такие, вот. Потому и ориентироваться лучше пока на себя, только на себя, а не на него. Например, сказать, я к тебе приезжал, теперь давай ты ко мне приезжай, например. Вот, и все. Это справедливо, это справедливо. Но это показывает то, что мужчина готов ради вас делать. Или чего он не готов для вас делать. Например, может быть, мужчина в теории готов с вами строить отношения и вообще создавать семью, если вы сразу приедете к нему в его город. Может быть так. Но вопрос в том, что в этом случае вы будете несчастны. Вы в этом случае будете обделены. И это та цена, которую придется заплатить за отношения. И вопрос в том, готовы ли вы платить такую цену. Понимаете? А если нет, то какую цену готовы платить? Вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Честно говоря, честно, честно, честно говоря, на вашем месте, на вашем месте я бы дополнил вопрос, знаете, таким дополнением, относительно того, какой у вас вопрос к психологу непосредственно. То есть, потому что те вопросы, которые вы знаете здесь, это вопросы из разряда, что мне выбрать, красное или черное. То есть, это, ну, это не психологический вопрос. То, что именно касается психологических аспектов, лежит за вопросами. То есть, за, например, вашим желанием, да, его послать, то есть, защититься от него. Но, защищаясь от него, в действительности вы признаете только лишь, что есть некая угроза, которая доставляет вам дискомфорт и от которой вы не знаете, как избавиться. И поэтому защищаетесь так. И здесь нужно, еще раз повторю, личную ответственность на себя принять за то, что происходит с вами. Я думаю, что так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Небольшой подскрипт. Да. Что вы будете делать, если вы ему не нужны? Вот представьте себе, что вы действительно ему не нужны. Или вот, по вашему мнению, такое отношение демонстрирует, что вы ему не нужны. Вот как вы сами считаете? Мужчина, который вот, по вашему мнению, ну, женщину ценит, любит, да, или не любит, но хотя бы ценит, испытывает симпатию, хочет быть ближе. Такое его поведение говорит о чем? Что она ему нужна или нет? Вот если вы сами считаете, что данное поведение свидетельствует о том, что не нужна, то смело действуйте, исходя из этого. Это вам решать, нужны вы ему или нет по поведению. Потому что кто-то, кто-то, увидев такое отношение к себе, скажет, ну, я не нужна, я не нужна ему, я не нужна ему. Он со мной не общается в свой выход, но я ему не нужна. И будет права, по-своему, для себя. А кто-то скажет по-другому, что, ой, ну, он, у него могут быть свои дела, я, он мне пишет, вроде бы, да, вот, мы созваниваемся, я ему нужна. И тоже будет права. Вопрос в том, как комфортно вам. Понимаете? То есть, даже не комфортно, скорее, а какое поведение соответствует вашему представлению, именно представлению. Вот на это нужно ориентироваться, а не на мнение, например, психологов, да, которые, не зная мужчину вашего и не зная его ресурсов, не зная его обстоятельств, должны ответить вам на вопрос, нужны ли вы ему или нет. Это вопрос больше к эзотерии, опять же. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...